Продолжение следует... Процесс монотонный и в то же время увлекательный. Именно ему Наталья Мациенко посвятила всю себя, забыв о высшем экономическом образовании в Тамбовском государственном университете. Вот эта работа сделана по сухому, то есть я беру иглу, вот кусок поролона, игла и просто шерсть это набивается. Вот этот цветок, например, он сделан по мокрому. Расстилается пленка, выкладывается шерсть определенным образом и заваливается мыльным раствором. Существует два вида валяния шерсти – сухое и мокрое. Техника сухого валяния заключается в равномерном протыкании сначала грубой, а потом острой иглой комочков шерсти. В результате можно создавать вещи различной формы и объема, набивать рисунки и узоры. И тогда из-под иглы выходят панно, украшения и, конечно, игрушки, особенно любимые для дочери Натальи Алины. Ребенок говорит, вот, мама, ничего мне не делаешь, пришлось рыбку сделать. Попросила игрушечку такую. Вот такая маленькая игрушка у меня заняла два дня, причем я сидела часов по пять, два дня. Получился такой вот маленький дракончик. Техника мокрого валяния очень сложная. Она основана на свойстве натуральных волокон съеживаться в теплой воде. Сколько раз Наталья пальцы колола, уже и не помнит. Говорит, а что делать, красота требует жертв. И рассказала, как так получилось, что валяние шерсти стало частью ее жизни. Ходила на курсы по рисованию, и там, ну, много всяких тетушек, и как-то они заговорили о том, что из шерсти можно сделать маленькие валеночки, ну, вроде как брелочек. И мне стало интересно, залезла в интернет, а там, оказывается, не только валеночки, а много всякого интересного. Наталья очень разносторонний человек. Кроме валяния шерсти, она занимается вышиванием из атласных лент, выкладывает стразами картины, имиджи, украшает одежду, обувь, даже сотовые телефоны и ноутбуки. Лепит настоящие шедевры из теста и проявляет себя в новом обла, в роли художницы. Редактор субтитров А.Семкин